Виртуальная реальность и мир аниме Виртуальные персонажи, а еще монстры, пришельцы из космоса и супергерои вершат косплеевский бал в Одинцово уже второй год. Для этих ребят косплей – образ жизни. Многие из них окунулись в это увлечение с детства, но и во взрослой жизни костюмированные игры их не отпускают. Одно из самых незабываемых эмоций, когда ты даришь впечатление другим людям, обычным зрителям, которые приходят без костюма. Что они видят ожившего героя перед собой, живого, не нарисованного ни в кино, ни в книжке, а вот перед собой, с которым можно поговорить, поздороваться, обнять его. Персонаж Ксении – супергерой из комикса Джессика Круз. Ну а в жизни она кондитер. Косплеем девушка увлекается уже около 10 лет. На следующий фестиваль предстанет в образе Лары Крофт. Меня вдохновляет женский образ, как сильный, девушка, красивый, независимый. Вот этот вот образ мне как бы близок. Хотелось бы почувствовать себя в такой роли. Были здесь и воинствующие девушки. Персонаж Марии – лучница Тракса из компьютерной игры Дота 2. Но играть в виртуальные игры уже некогда. Все свободное время занимает пошив костюмов, создание париков и другой атрибутики. На изготовление образа ушло несколько месяцев. Вот этот костюм я делала сама, делала крафт. И, собственно, с пошивом мне помогала подруга. То есть вот все, что вы видите, корсет, меховые вот эти части, это вот делала она. На самом деле это очень было сложно с мехом работать. Круто. Как бы такая прогрессивная молодежная тема. Мы, конечно, уже чуть-чуть старшего поколения. Многих игр я таких и не видел там, и не слышал. Аниме, костюмы. Ну, шикарно. Актерское мастерство, экстравагантные костюмы, яркое шоу на сцене, демонстрация характера, мимики, особенности своих героев. Все это оценивало компетентное жюри, в числе которых опытные косплееры и представители театрального сообщества. На нашем фестивале, в отличие от многих и многих других, на одной ступени стоит внешний образ и попадание в этот образ, и внутренняя составляющая и мастерство актеров. Формат проведения диктует сама эта субкультура. Поэтому, конечно, может быть в следующий раз уже наши персонажи начнут разговаривать, начнут петь, начнут больше танцевать, а не только презентовать свои костюмы. Косплей – новая субкультура, которая охватила молодежь в начале 2000-х. Сейчас это движение набирает обороты. В этом году упор сделан на русский косплей. 22 участника выбрали героев из нашего кино и советских мультфильмов. Участие в фестивале приняли косплееры Москвы и Подмосковья, а также других регионов страны. Я очень рада, что Комитет по культуре уже второй год реализует эту замечательную совершенно программу, ориентированную прежде всего на молодежь. Таких ярких, объединяющих мероприятий для молодежи не так много вообще в принципе. Потому что либо это узкие мероприятия концертные, ну какие-то такие истории, больше связанные с популяризациями современного искусства. Косплей – синтез искусств. По словам организаторов, за ним будущее. Их задача – привить начинающим косплеерам правильное творческое видение и развить в них культуру сценического мастерства. Тогда русский косплей выйдет на новый качественный уровень и, возможно, в скором времени начнет задавать тренд во всем мире.